всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и всех кто попал на этом видео у нас с вами такой вопрос какова же природа нашего вот родного тельца что оно такое каким оно было сотворено богом изначально в раю каким мы сейчас живем что и она представляет и каким она будем какими мы будем в тысячелетнем царстве со христом по плоти вот по этой прям вот пощупать которую можно и какими мы будем в небесном царстве после тысячелетнего царства на земле со христом и там в небесный царство христом ну я вам кратко напомню историю по библии по книге бытия то есть мы с вами помним бог творит вселенную творит животных людей какими творит мы сейчас с вами узнаем и мы помним с вами конечно же историю того что господь дает заповедь людям не творит что зло и что они будут иметь жизни вечную доступ к жизни вечной но люди что согрешают у нас и творят зло некое под видом сорванного плода и за это что получают теряет доступ к вечной жизни что же произошло с телами первых людей что такое ну во первых бог творит людей какими очень часто считается и любит говорить о том что бог создал людей бессмертными это так и все бытие было бессмертно это так не удивлены удивлены я уверен но это так бог сотворив мир не сотворил его бессмертным какой грех совершили первые люди какой грех совершил и его насильственно убил его умертвела внесла смерть естественно насилие невозможно без причинения боли и страданий какова вообще природа вещей что такое человек человек это живое чувствующее существо как и вся природа бога как и все бытие она чувствует я чувствую боль и чувствую радость люди были созданы способными чувствовать боль в раю конечно если бы люди и все живое что имеет дыхание жизни что названо душами живыми в творение божьем это люди животные рыбы птицы если бы они не могли испытывать боль а испытывали только одну радость и не могли умереть то как можно было причинить кому-то сделать грех и причинить страдания конечно же то что сегодня буду говорить могут воспринять только люди хотя бы немножко решившие выйти из детского ума как писал апостол павел мы должны стать совершеннолетние по уму и не быть детьми по уму конечно кто залип в первом классе думая и при и вечно в своем мозгу читает детскую библию о том что адам севы сорвали яблочко и за это непослушание были наказаны богом такими ужасными казнями как смерть в болях и мучениях рождать детей его адам принципе тем же самым практически был наказан тлением плоти то есть пусть не насильственный но болезненной смертью потому что вся наша жизнь это боль этот болячки это страдание это тление чем и заканчивается она чем смертью зачастую мучительно опять связано с болью страданиями да и кровью и потом питанием от плодов земли да конечно если вы будете мыслить я зачастую встречаю свою жизнь естественно людей взрослых адекватных умных не дураков если вы до сих пор будете думать и останетесь младенцем во христе вы ничего никогда не поймете надо вырасти из этого возраста надо стать совершенными надо приобрести ум христов это не младенческий возраст библия написано очень часто образами донося до нас общий смысл конечно же бог никого вообще не наказывает бог есть абсолютная любовь это что было внесено в природу божьим повелением так скажем это было воспитание воспитание никогда не превышает меру преступления то что его была опытом жизни научена скорбях болезнях и мучениях давать жизнь именно потому что она эту жизнь забрала именно поэтому они сами на собственной шкуре испытывают боли страдания и смерть от тления адам так как то же самое все это одобрил и потом сам стал делать то же самое тем же самым воспитываем тоже прах и в прах возвратиться еще более того питается земли с трудом потому что нормальное питание божье его не устраивало все что дает все все плоды земли он решил поднимать руку на беззащитных животных если вы не выйдете с детского возраста из этого из младенческого вы никогда ничего в жизни не поймете и еще надо понять есть такая я уже много раз об этом говорил в богословии понятия но это просто бытие тут не надо быть богословом иисус разговаривал с обычными людьми богословыми небогословыми он с разными общался и с рыбаками и с домохозяйками и с многодетными мамочками со всеми все его кто хотел его понимал вы помните он разговаривал с обычной женщиной самарянка у которой была куча мужиков да неизвестно как и какой жизнь она жила но и интересовали достаточно серьезные вопросы связанные с сущностью бытия да если бог как ему поклоняться где и что надо делать она прямо стала задавать иисусу эти вопросы и он ей прямо стал отвечать поняла она или нет это уже один бог знает да но мы видим ее ее ум да и вот если вы будете возрастать в боге и все это начнете понимать вам все будет открывать если конечно вы сами закроете изнутри двери от бога своего ума и будете пребывать в младенстве что не гоже для взрослых людей то конечно же печально вы сами себе подпишите печальный приговор да и будете долго еще жить в неведении в тупости в зле и кончите не очень хорошо до тех пор пока все равно не станете совершенно во христе и по уму и по сердцу и есть такое понятие но я просто буду говорить что как в богословии антиномия да бог может творить зло может он утворит нет в древних мифах легендах мудрости философии была такая понятие такой рассказ такая притча что типа некоторые там неверующий атеист подсовременно зовем спрашивали верующих людей типа ваш бог тип всемогущий или нет всем всемогущ что можете он создать камень который не может поднять оси но можешь создать то какой же он тогда всемогущий раз не может что поднять этот камень кто человек а этот вообще что такое этот камень это камень есть свобода но в частности это и творение бога она свободна по образу и подобии и природе своего творца который является сущностью всего бог просто всячески во всем вся природа как и бог абсолютно свободна перед лицом выбора добра и зла она ограничена в области видимого мира бог может управлять этими процессами но внутренним процессом человека животного любого ангела там до который свободен ангелы бы не пали бы если бы они не были свободны это начинается это слуги божьи вот понавырывают стихов из библии а что ж тогда не пали если они слуги божьи если они обладают свободой самоопределение перед лицом добра и зла а чтоб пали не все что бог демонов сотворил нет бог сотворил ангелов они пали пали значит имеют возможность имеют возможность разве бог не любовь разве бог не призывает их покаянию призывает конечно же всех и ангелов там и бесов в том числе падших ангелов да не зря их так называют это более правильное даже понятие это именно падшие ангелы а не бесы до которые решили избрать зло на некоторое время я верю что в вечности и все падшие ангелы покаются и точно так же как вот это антиномия неразрешима да бог может творить зло может творить нет ношнязь абсолютная любовь он не хочет его творить он свободен да он всемогущий он может сейчас демоном стать в одну секунду черным богом но он не становится потому что он есть абсолютная любовь а как же тогда он сам получается раб своей природе это просто его природа 2 любовь до этого природа любовь свобода бессмертия но свободен это не понять это не объяснить это просто есть казалось бы тогда он и не любовь добровольно он просто рап этой природы значит все-таки не слышу не может творить зла потому что он по природе любовь нет он может творить зло он свобода это просто антиномия что-то антиномия загуглите это необъяснимые против абсурдный может сказать противоположностью но имеющие бытие вот они просто есть бог есть он свободен но он не творит зла и все это пристал перед предстает быть абсурдной противоположностью когда вы становитесь как бог когда вы становитесь именно им вы понимаете что да я свободен я могу сейчас сделать все что я хочу но я никогда в жизни кто пришел на определенные ступени святости праведности и чистоты сердца да я могу что мне мешает меня есть руки ноги голова и могу спать и отрезать голову любому живому существу вплоть до человека я никогда этого не сделаю я не хочу жить в аду я не хочу быть источником зла я понимаю что мир я может быть счастливы только пребывая в абсолютном царстве небесном царстве любви и все говорят друг другу только благо где не причиняет ближнему зла сколько могут делают добра я свободен остаюсь да мне 38 лет 11 лет веган во христе что-то поменялся моей жизни бог мне что-то руки-ноги отрезал язык уши я могу творить зло могу я много могу творить за того зла который утворил до покаяния или как писание говорит еще худшее могу зло начать творить и совратившись естественного пути я творю его нет я не хочу я добровольно выбираю добро вот и все возможно испытывать только бог дал человеку чувства они не хороши не плохи через прикосновение к моей коже то что она имеет тактильная и нервную систему сама по себе кожи не плоха не хороша но кто-то меня лаская животное там облизывая меня человек меня целу и поглаживая прикасаясь кто-то ко мне я испытываю радость во мне что-то там куда-то побежали какие-то гормоны куда-то это в голову в сердце столкнуло и мне кайф я не могу даже объяснить как все в природе это и не надо это необъяснимые вещи кто-то там ковыряется нейроны вся эта ерунда природы просто есть кайфу и наслаждаешься жизни неважно куда-то бегут электроны ты получаешь удовольствие это хорошо но через эту же кожу чуть-чуть посильнее вдарив мне больно мне неприятно так человек в раю и все живое могло испытывать боль страдания и даже смерть конечно это абсурдное псевдо богословское утверждение в христианском псевдо христианском мире православных католик протестантов что мир был сотворен вечным там есть такое понятие бессмертным хотя там тоже разные есть мировоззрение разные утверждения но в общей массе как бы сам вонов вещается это есть разные богословские труды где мы можем найти что действительно понимать что такого не было скрывать не буду но такие открытые вероучения и как они говорят есть там одно частное мнение да вот бредятина которому блевотина всем своим чадом подаем это вот как раз во всех во всех амвонов мы кричим во все во все горло во все уши все мироздание имела возможность имела она обладала чувственной природой поэтому она могла испытывать удовольствие наслаждаться и испытывать боль и от этой боли страдать можно было уничтожить человека животное природу можно было насильственно можно было прекратить жизнь живого существа любого человека млекопитающего рыбу птицу неважно какие там позвоночные можно бы можно было именно этим и согрешают первые люди что происходит после грехопадения они что вы знаете сколько в писании есть место для людей эти дети младенцы во христе понаворывают кусков и все и не мог никак это сложить с грехом смерть вошла в мир она и была то что грех этот и был не сорванное яблочко непослушание богу это было самое настоящее злодеяние совершенной евы в отношении живого существа она убила животное сожрала его труп и этот трупом накормила своего а дам чекана и потом они уже это вместе стали делать и стали так воспитывать своих детей еще и приписали все это зло богу еще и стали все это ради бога во славу божью делать все эти жертвоприношения что входит разве смерть сама появляется с первым грехом прародителей нет появляется что естественно смерть конечно же как таковой не было чего есть такое понятие как мы все знаем все называют философии есть опять же богословие такое понятие что смерть это это болезнь длиной в жизнь тление да то есть мы стареем когда со дня своего рождения так в миру конечно кажется мы вырастаем а потом идем на убыль до стареем но в философском понимании человек от рождения смерти она значит в принципе в первом дне его рождения в первой секунде он лежит он уже идет с горы катится в сторону смерти то что смерти избежать невозможно естественный не насильственный а естественные то есть все что бог сделал с природой человека чтобы дать урок жизни ей виадам и потом всем в лице них всем людям на земле это естественность смерть который не было изначально потому что бог всячески во все более того это лишь театр смерти в принципе не существует вообще смерть это конец это предел это уничтожение вот заметьте в том мире в той матрице в которую бог нас погрузил на время чтобы мы познавали бытие по чуть-чуть возрастали по уму во христе и по сердцу нам кажется что это смерть что такое определение смерти конец все уничтожение полная пустота отсутствие тьма на самом деле бог просто есть смерти в принципе не существует нету бога ни начала ни конца нету в боге никакой тьмы бог есть свет и нет в нем никакой тьмы тьма она появляется паразитируя на свет она искажает свет тьма сама по себе не существует и не может себе иметь природы бытия потому что зло это отсутствие добра зло само в себе не существует но чтоб кому-то сделать даже зло а сначала что-то создать а создать это созидать это свет это любовь это добро поэтому зло бы не могло вообще в принципе появиться если бы она появилась она бы закончилась то что она бы уничтожила само себя тоже если даже она любит саму себя она уже любит а это противоречит тогда его концепции зла зло ненавидит даже само себя значит она сожрет само себя это символ круга змеи пожирающий себя за хвост так что же бог делает в природу человека все что он делает он делает матрицу иллюзию смерти это естественное тление болезнь и как бы конец человеческой жизни которого на самом деле конечно же не существует мы никогда не умираем вообще мы просто меняем форма бытия из одного тела мы превращаемся в другое может быть в каких-то тонких телах где-то зависаем это не суть важно личность человека любого животного природы любого духа она уникальна и не исчезновима не истребима и и просто невозможно это все бог любой даже без даже дьявол это денис ангел света созданный богом бог и в нем всячески во всем бог в каждой молекуле и атоме своего бытия он сам себя не уничтожит и не уничтожает все это бытие просто свободно и она может где-то как рак знаете на человека живой пример от того что происходит в мире жизнь мозле мы сами и рак кто знает что курак это когда клеточка отрывается от других вид я с вами жить не хочу и рубит все связи с другу клетки и все она гниет вот что делают грешники и зло мы отрываемся от бога и мы гнием да но мы не исчезаем даже рак как таковая это же что-то это не просто пустота это плохая клеточка который сейчас загнил ее можно исцелить вот так вот бог всячески во всем нет места где нет бога в псалмах так и написано куда сойду на глубины ада и там ты это это детские образные примеры бог сейчас нет никакого места ада гиены бог ничего не творил чтобы куда-нибудь выкидывать якобы зло а это зло это часть его просто что извратилась и потемнела бог все хочет очистить все это он вы никто свой палец отрезать не хотите вы хотите его даже когда он гниет спасти и исцелите чтобы он вернул полностью свое полноту своего бытия так скажем ни кусочка не хотите потерять от себя вы не хотите быть без глаза без уха а бог это все это все тело бытия поэтому те кто познали то чем сейчас говорю любит всех даже врагов аж когда-нибудь когда не покаяться это все общее мироздание причем в том в том пребывает любовь божья он же он же понимает уже на это испытывал он он не может ненавидеть сам себя мы все часть одного просто кто-то сейчас злой да и ты к нему проявляешь любовь говоря ему правду пытаясь его исцелить и сделать светом вот и все тебе конечно от этого больно он может тебя бить и даже лишить этой временной жизни в этой матрице но тебе уже вот именно ты знаешь что ты вечно тебе нечего бояться от него но что он тебе сделает ничего но снимет эту одежку ну ради бога зато ты ему явишь любовь для него это эта жизнь кажется ценным подумать слушай он ради жизни ничего мне не сделал в ответ не отомстил не злословил когда из него эту одежку снимал в его понимание в моем понимании лишал жизни вот и все поэтому все это проповедники патриотизма там защиты родине ты все дети дьявола и несут его учения ибо он человек убийца от начала так что вот что случилось с природой бытия и изначально человек был каким что такое древо жизни с которого люди вкушали это эликсир молодость как говорят в современном чего все алхимики ищут это эликсир вечной жизни таблеточка которую мы вкушаем и мы просто вечно живем да это образ того что мы жили вечно и это образ что мы там вкушались это древесины мы вкушали каждую секунду как каждая сейчас клеточка вкушает из нашего желудочка там пищу которая попала бог просто в нас был да все бытие было что не тле но запомните это слово не было естественный смерти естественный не было вот этого тления от рождения до смерти этой болячки заканчивающие крышкой гроба забитой гвоздями этого не было всего лишь при сотворении бытия что бог всячески во всем и был всегда все должны слова в начале сотворил бог был всегда где это начало творения бытия она всегда была сотворена и бог всегда свободен можно было убить человека можно убить животных можно человека гладить а можно было ударить самого начала в раю можно вас сделать именно поэтому первые люди и грешат в аду причинением боли как там она потрошила бедное животное даже представлять не хочу это и его бесполезно причинить смерть без боли она причинила страдание ему и в концовке лишила его этого бытия да она не могла тонкое тело душу лишить жизни но наши аватары наши тела мы можем с ними расставаться это происходит не безболезненно и вот эту боль и страдание этот грех совершила его потом адам и понеслось поехал заметьте вот даже воскресенье до воскресенье иисуса христа был уже вот именно в нетленной плоти вот в самой вот в той плоти адамы и той плоти которую мы будем обладать в царстве божьем тысячелетнем царстве иисуса христа на земле и в царстве небесном потом с иисусом христом в вечности уже отделившись от грешников а вот заметьте ведь во всю вот эту вот матрицу в этот период истории человечества от рая до царства небесного воскрешение были всю жизнь даже иисус воскрешал людей они что не умирали потом естественно смерть умирали а в день воскресенья многих я сколько слышал дебельнутых толкований вот этих каких-то проповедей на то что те люди которые написано что и открылись многие гробы и вышли оттуда воскрешенный что чуть ли они под чуть ли они не воскресли в этой же плоти как иисус христос и там с ним царствовать стали вот она кстати тысячелетнее царство кто за это притягивает а кто притягивает что это потом люди апостолами стали пошли проповеду какая бредятина да иисус христос воскрешал и так людей и они все умирали все равно один иисус христос воскрес в нетленной плоти вознесся на небеса для чего что просто нас убедить людей обезумевших на этой земле кто даже не понимают что они живут в матрице во временном божьем уроке научение любви добра и самоопределение перед лицом этого добра и зла даже под страхом якобы псевдо смерти страдания кстати самых настоящих реальных а вот смерть это псевдо боль мы всегда испытывали радость и будем это наша природа а смерть так называют мире это реальная иллюзия иллюзия игра матрица как хотите театр одного актера или много миллиардных актеров что же будет при воскресении мертвых во христе при его втором пришествии на землю то же самое мы обретем что природу адама с евы более того при чтении откровений евангелия апостолов мы понимаем что эликсир жизни молодости уже изобретут и антихристы и уже все антихристы именно и поэтому и будут поклоняться дьяволу и ставить себе эти печати за что именно не только не просто за драмовой кусочек хлеба за эликсир вечной жизни поэтому придет уже и христос что все это уравновесить и просто там нужно будет творить злодеяния до быть быть в системе в обоими а эта система будет рабского тоталитарного контроля с иллюзии счастья на земле до непослушных все равно будут гнать и убивать просто кто-то будет смиряться там в этой системе участвовать за все это да будет опять господа будут рабы вот так на разных уровнях это будет царство дьяволу хотя с иллюзии такой знаете царство на земле вот и дети божьи конечно же никогда этого не примут потому что царство небесное царство борьба даже на земле это это царство свободы добровольной любви никто никому не делает зла не потому что они не хотят к чему мы подходим что же такое тысячелетний царство христом да мы обретем опять доступ к древой жизни так как и все человечество сможет так скажем впротив бога опять восстать особенно дети дьявола и да они так скажем бог позволит якобы сделать иллюзию слома системы и люди добьются продолжение вечного продолжения жизни неважно как это гибрид уже будет биохимии скис киберорганизмами до переселением каким-то собственным пожеланию души в другой аватар не важно как это в будущем будет реализовано мы с вами люди какое число ведь у меня на экране 2 января 2021 года мы уже видим нереальные какие-то вещи в мире происходящие по поводу всего этого к чему идет человечество и очевидно что всего этого можно будет добиться ну а когда придет христос он просто дети можем даст все это бесплатно без всякого поклонения дьявола без творения зла и более того соберет всех под свое крыло и все мы будем под его защитой и мы уже к древу жизни будем иметь законный доступ и будем спокойно с ним жить тысячу лет но все человечество и дети божьи со христом в стане святых в иерусалиме пребывающие и проповедующие грешником в течение тысячи лет и дети дьявола несмотря на то что царство антихриста будет разрушена на время дьявол будет скован будет еще множество непокаявшихся людей все они будут они могут быть насильственно убиты все мы будем и получать удовольствие от приятных чувств созерцания прекрасного от слышание красивой музыки от обоняния чудных запахов и наоборот мы будем страдать от вони от ужасных звуков криков воплей до отведения чего-то ужасного все это будет останется всегда это вечность то что я вам говорю это просто естественно это бытие это бог это то что есть истина она неизменна она была от начала она сейчас есть как видите добавилось просто иллюзия игра матрица тленность тление заканчивающиеся якобы смертью а на самом деле просто переходом нету никакой смерти для христианина именно об этом просто другими детскими словами гали апостол смерть где твою жалат где твоя победа бог разрушил смерть что это такое это он разрушил в наших головах людей познавших истину никакой смерти я вообще меня невозможно убить в принципе убивайте меня якобы режьте все дети о боже настоящий христианин становится просто бесстрашным он не боится ни за своих детей ни за кого их нас просто невозможно убить просто невозможно в принципе даже хоть весь ад восстанет и хочет именно уничтожить стереть с избытия невозможно поэтому христианин он спокойно становится как камень ему все до лампочки да он испытывает боли он может мучиться кричать когда вы будет убивать это естественно но самой смерти он не боится и не существует поэтому даже перед ее лицом он никогда не совершит зла и и будет стоять в истине и в правде даже перед видом потому что ему это не страшно что же будет в небесном царстве после того как пройдет тысячи лет жизни со христом святых вообще всего человечества дьявол будет опять выпущен обольстит народы соберется вокруг стана святых и городе юрсалима что там начнет происходить непонятно явно не кинуть сапог на красную кнопку баба бабах не так что просто весь мир вся земля и все все дела на ней сгорят настанет великий суд как мы видим великий день день разделения на самом деле бог никого судить не будет каждый пойдет туда и получит то как он жил и к чему стремился вот и все бог даже детям дьявола и грешникам даст то что они хочет вы хотите жить с такими также пожалуйста бог внешне может на людей воздействовать вот как эту матрицу создал так бог создаст еще две матрицы возьмет и разделит невозможно будет если здесь мы все вперемешку добро со злом бог отсеет плевел от пшеницы он не зря эту рассказывал притчу про богача и лазаря будет такое что нельзя будет перейти оттуда туда когда люди погрузятся с такими же как они вот тогда они поймут что такое действительно зло это сами начнут на своей шкурке испытывать без добра вот тогда завопят и локти закусает как иисус и рассказывал не потому что бог плохой они сами то хотели а бог любовь пожалуйста хочешь как и любой родитель уже ребенка тоже просто бесноваться начинает и там топает ногами хоть своем быть иди иди он идет что не делает ему там чего-нибудь оп и сразу бежит мама мама но мам пригреет вылечит вот так и господь наш и бог родитель творец создатель и друг и жених и брат и сестра которые нам все в небесном царстве какие будут тела у святых а у грешников точно такие же ничего вообще не изменится со времен уже небесного царства и рая мы можем быть убиты в небесном царстве да мы можем испытывать боль да мы будем испытывать нет антиномия небесного царства почему а кто ее причинит кому я никому боли причинять не буду там все святые люди я сам святой я особенно эти люди прошедшие от на земле который перед лицом им когда делали строй страдания не путь они здесь явили что они готовы это делать добро здесь они доказали это они показали кто они есть они лишь получили то чего не заслужит таким они являются они здесь бросили убивать животных и проплачивать их не гестаповские концлагеря и бойни они здесь доказали богу и себе что они нет и чего бы мне говорили вы умрете ответа от без витаминья вы не сможете жить вы замерзнете все так делают а может быть и под страхом даже законы или еще чего это под страхом до голодной смертик и на необитаемом острове что там еще труппажоры любят приводить пример они здесь доказали что они даже перед любыми страданиями там витаминов не хватает пусть у тебя там кожа будет лопаться ты никогда в жизни не причинишь зла и не получишь не будешь получать удовольствие за счет чьих-то страданий любой святой человек знает тогда значит это испытание даже если так даже труппажор докажет вегану что да у него проблемы там с кожей или еще с чем-то из-за того что он там не жрет трупы в которых якобы что то есть он ответить ему да это мое испытание маленькое короткое испытание самого себя познать себя я готов я хочу небесно да мы в это скатились адаме с евы не надо было труба веган христианин ответит псевдо христианину ты же видишь бог в раю создал что человек бы не гнил не хватало бы ему витаминов как он сказал все что растет все что падает с деревьев растет из земли значит бог мог создать эту природу значит мы сами от этого отказались да я хочу доказать себе и богу что я адам с его и согрешили когда было все и не надо только дело зла а я готов даже и защищать еще это эту истину это мировоззрение диалоги и напрямую жизни животных причем под лицом смерти ни одного активиста вегана за дубасе или переехали камазами под которым ложился которых бедных животных везли на бойню я готов страдать за это психически страдать психологически страдать материально страдать и даже положить свою жизнь ради друге своя весь мир животных называть меньшими братьями друзья братьями и тоже даже друзья и братьями родными кем-то так в небесном царстве можно будет убить кого-то можно будет там будет смерть нет насильственная там не будет природной смерти тление до болячек не будет бог будет в нас энергии жизни мы всегда будем вкушать его это вечный двигатель да как и вкушали в раю как будем уже вкушать в царстве божьем на земле тысячи лет и как и будем вкушать небесном царстве но чем мы будем отличаться а в грешники в аду будут тоже вечно будет жить да не зря вечными муками называется когда они тут захотят выйти когда изменится там можно будет измениться конечно когда ты станешь на низшую ступень когда на тебе начнут ездить и тебя прессовать если ты здесь в миру прессовал лохов как ты их называл до добрых людей там ты станешь лохом среди чуть покруче таких как ты ты сразу все поймешь на своей шкурке ты сразу изучишь закон жизни бытия поступать с другими так как ты хочешь что поступали с тобой бог такие там вам условия в аду создаст там не будет больше лохов беззащитных животных вы начнете жрать и убивать друг друга и ты посмотришь что с тобой будет как ты будешь себя вести когда тебя подвесят за ногу и на живую начнут тебе резать до пучки и ты все все посмотришь все почувствуешь когда ты повапишь там какое-то время к маме к папе к богу тогда можно оттуда выйти с сказал когда отдашься до последней копейки когда ты раскаешься в своем сердце до конца более того потом-то вы рассказали нам очень делами доказать у грешников будет отдельный мир от нас пока сокрыто как все это будет какие матрицы в реальности но мы с вами видим иисуса богачей лазарь искал притч будет крупное разделение однажды после второго пришествия иисуса христа всех кто не хотят страдать я всех призываю стать святыми и жить в счастье не за горами эти времена хотя уже тысячелетия прошли со времен адам и евы и апостол думай что вот вот завтра иисус придет но он не приходит но это будет рано или поздно жизнь скоротечна эта матрица когда-нибудь закончится и упаси меня бог как некоторые да ладно я тогда сейчас поживу а там потом вот то что лишь узнаю что правда потом ребятушки это сказки не рассказывайте головка бобо на пару часов уже готов караул кричать по пальчику вдарил и караул ну сядьте в тюрьму что в тюрьму даже на земле никто не хочет к отморозкам сесть это сейчас только сказки я вот и да я там в аду поживу но ничего ну там нет нет это будет от это я сейчас рассказываю что бог есть любовь и вы когда нить оттуда выйдете но вкус сеть знаете один так называемый святой исаак сирин мне его нравились писания православных то и признают кто кстати вот за эти добрые слова и не признает уже и описание да он говорил что бог любовь и когда-то он исповедовал вечное всеобщее покаяние но он говорил упаси меня бог и вас от вкушение этого вкуса гиены так что вы примените все так земной жизни многие из вас хотят поболеть вы знаете я перенес до сих пор еще отголоски есть очень сильную болячку неведомую никому где я просто проклинал все что только можно было изо дня в день на протяжении уже можно десяти лет это я ник я врагу этого не желал и сейчас не хочу об этом думать о том аде какой я пережил и и господи я я это я даже не хворю что я пережил я вы я не хочу вообще думать и чтобы это когда-нибудь со мной в жизни вообще было подобное это невозможно терпеть какой бы-то святой рачок ты там невозможно терпеть я и богохульничал в пике это невозможно стерпеть невозможно и я не хочу думать об этой я такого врагу не пожелаю поэтому я и вас всех пытаюсь спасти от вкуса этой гиены покайтесь перестаньте творить зло природе животным люди и всегда оговариваюсь не путайте говорение людям правды истины в лицо вот именно вот этих предупреждений это не зло как вам будут тоже грешники так я не говори мне мне неприятно смотреть на то что мы кстати вытворяем этих скотобойних или проплачиваем не надо мне ты не боль причиняешь а какую ты боль причиняешь и я причиняю тебя боль правды а ты злом неправды и ты все это вкусишь ты сейчас чрево свое бесишь за счет чьих-то страдания но потом ты по пожнешь все плоды своих деяний вот так вот какие будут тела все те же самые нетленные но способные умереть насильственной смертью и получать боль тела у всех и у грешников поэтому они будут страдать в аду потому что они способны испытывать боль и радость именно поэтому богач просил чтобы лазарь попросил этого нищего а макнуть пальчик потому что он был способен испытывать и удовольствие и наслаждение облегчение тела у всех у нас будет одинаковые и у грешников и у праведников они будь бессмертны до древу жизни откроется всем путь снова но только одни окажутся уже имея путь к этому древу жизни после рая с такими же как они а это один ад именно бог из любви своей и закрыл доступ к этому древу жизни чтобы люди хотя бы не успевали мир вообще уничтожить да потому что он сказал чтобы они не закоснели в древ возле в этом да и вкушали от этого древ жизни еще больше возле закисали сокращу к это все пусть почувствует на себе а там уже все после такого урока жизни такой матрицы сколькотысячный летний который закончится которую на протяжении которые были пророки и дети божьи и люди уроки жизни в каждого человека первое пришлось и пришествие иисус христа второе пришествие иисус христа длиной в тысячу лет если вы после этого не поняли ну пожалуйста поваритесь в чане этой блевотины которую вы из себя внутри на весь мир всегда изливали вкусите то что вы это любовь от бога да потом бог всех отпустит когда человек искренне изменит свою жизнь более того в аду им придется пройти путь жертве на любви светить там грешникам все это будет ну естественно святые люди это будет действительно просто кайф это просто самое настоящее небесное царство рай в небесном царстве любви все там будет все там будет хорошо никто никому действительно никогда как он если он здесь уже доказал свое гражданство достоинство этого газ подданство быть подданным этого царства что он здесь никому не тело и зла он защищает жизнь истину добро любовь свет там конечно это уже не придется делать там все будет такие же как он вот так вот вот так вот но кто рассуждает и кто мне будет противоречить противоречить истине что там в небесном царстве нельзя будет умереть вы тогда обрубаете одну из сторон бытия естественную я вам себе свободу это будет антиномия гея каком гру есть понятие антиномия там гиена антиномия любви божьей суда это все вот из этой серии мы свободны если бог отнимет от нас возможность кого-то убить носить смерть и даже в сар а он отнимет от нас свободу мы станем рабами нет мы не рабы мы мы любим друг друга по-настоящему мы стали этим богом мы любим и свободны и но никогда не творим зла но мы не рабы даже не любви не свободу мы я я это вообще уникальная личность это она всячески над всем вот как бог это даже любовь свободы бессмертие это просто природа я это что-то еще выше всего этого этой мой выбор это я вот я будучи свободным выбираю любителей не не любить дело это вечно или временно все вот это я я это совокупность моих выборов неважно во времени вечности перед лицом добра и зла выбирая добро и зло все поэтому это никуда никогда не денется это было от начала и не денется никуда никогда это спираль бога нет конца не было начало и нет конца поэтому природа всегда одинаково даже сейчас по сути ничего не изменилось нас можно смерть если насильственно убить причинять боль а вот это с тление смерти это иллюзия это иллюзия как мы видим когда иисус уплотился для меня было вообще ничего невозможного вообще ничего человек никогда не видел по слову господа тут же обретать зрение вот это вот тленная одежечка как рубай как у нас одежда которая ветшает которым потом выкидываем который сгнивает в земле это иллюзия посмотрите на иисуса это вся природа там ученые ковыряются чтобы сегодня там сделать человеку чем поправить там болячку иисус вот так вот и все менялась слова говорил и все менялась лазер четыре дня лежит в огробе все свидетельствует что он начал разлагаться прошу в они сейчас стоит безумное от любого трупа разлагающегося иисус им одним словом повелевает выйти и он выходит сам выходит его не выносят на носилках его не отхаживают еще годами на капельницах в больнице он сам выходит у него мозг уже умер за четверо суток у него отключились все органы а он через секунду после слова выходит собственными ногами в здравом уме и памяти какие вам еще нужны доказательства все что сейчас есть эта иллюзия матрица для опознания для урока в жизни но она изменяема да а есть вещи неизменные вот та же самая насильственная так скажем смерть хотя она тоже иллюзия это тоже опять это врубление аватара но это кем-то и это выбор свободы между добром и зло останется навсегда как был изначально видите все время хожу по кругу или по этой спирали как хотите я надеюсь я вам эту мысль донес не знаю сколько все жевать 47 минут почти час опять вот такая вот природа бытия надеюсь вам это в жизни поможет я всегда вы что даже такие казалось бы может быть кому-то покажется проповеди я вот не люблю не водичных проповеди не ни о чем как это повлияет на мою жизнь я думаю что должно очень сильно то что вы сегодня от меня услышали повлиять на вашу жизнь изменить ее в святость и праведность понять что все это все вот эти вот якобы старости смерти все это иллюзия вы вечной понимание вот этой вот вечности жизни очень важно для каждого человека это дает фундамент вам такой просто адамантовый вести святую жизнь вот и все потому что как пал писал если завтра умрем реально по-настоящему можно быть просто быть уничтоженным стереться из бытия то ешь перевеселись твори зло и беззаконие я о бессмертии всегда очень громко и в первичку скажем проповедую уж это очень это очень если ты принимаешь ты резко меняешь свою жизнь это очень важный аспект это природа бытие без принятие и христианином быть очень сложно так скажем настоящим тоже буш колебаться можешь упасть и еще что-то это дает тебе такой твердейший фундамент на этом у меня все пока пока до до встречи в следующих роликах а